и снова всем всем привет привет на моем канале как всегда спрашиваю как у вас дела как ваше настроение надеюсь у вас все в порядке у меня тоже ну а в предыдущем видео где мы готовили тыквенный супчик кстати хочу вам сказать очень даже вкусный готовьте не пожалеете смотрите видео мне очень понравился легкий такой знаете вот воздушный ну и плюс к тому же он очень полезный там ничего нету такого никаких ингредиентов ингредиентов которые бы были не полезными тыква полезная корень сельдерея тоже морковка тоже все все ингредиенты все очень полезны для организма ну а сейчас у нас тыквенные блинчики и у меня запеченная тыква 200 грамм 3 яйца молоко у меня молоко без лактозные 30 грамм сахара сахар я использую тростниковый нерафинированный мука обычная первого сорта пшеничная пакетик у меня ванили и еще я буду добавлять щепотку соли и 2 столовые ложки масла подсолнечного нерафинированного вот что мне нужно первым делом сделать мне нужно мою тыкву запеченную превратить пюре и сейчас я буду это делать блендером я взбила нашу тыковку запеченную хорошо хорошо и разбила пюреобразную массу сейчас сюда я добавлю нашей сахар сахар еще расскажу у меня тростниковый нерафинированный хорошо вот так вот я смешаю наш сахар с нашей киквиной массой смешали теперь мы сюда добавим 3 яйца добавляем 3 яйца и теперь хорошо хорошо это все надо вымешать соединились тыква соединилась с нашими яйцами хорошо хорошо вымешать хорошо я хорошо вымешала венчиком все чтобы соединилась теперь сюда я добавлю щепотку соли добавила соль и будут добавлять о чуть-чуть муку хорошо хорошо вымешиваем сюда же я добавлю сейчас ваниль пакетик добавлю ванили не ванильный сахар добавляю ваниль почему потому что опять же таки вкус не очень люблю я вкус тыквы но знаю что это очень полезно и поэтому и поэтому перебиваю всякими ингредиентами чтобы не сильно так он чувствовался добавляю оставшуюся муку хорошо тоже мы мешаем это все вот видите как я хорошо его свою массу взбила теперь я добавляю наше молоко выше можете я использую конечно молочко использую всю безглютен а вы же конечно можете использовать то которую вы употребляете все хорошо хорошо перемешаем и добавляем еще две столовые ложки масла у меня масло как я уже говорила подсолнечное не рафинированное вы же можете добавить то масло которое вы пользуетесь можете оливковое можете любое другое масло которым вы пользуетесь опять хорошо это все перемешали и будем жарить я включаю сковородку чтобы она нагрелась у меня хорошо сейчас жарить кстати очень быстро и очень полезно будет и очень вкусно нагреваем сковородочку я добавила капелюшечку масла и вот так вот венчиком не венчиком кисточкой распределила немножко так подмешала пол а полонечка будет достаточно на сковородочку теперь ждем когда наш блинчик поджарится наш блинчик можно сказать уже готов его можно переворачивать можно помочь перевернулся хорошо переворачивается так что можно жарить необычные и плюс полезные блинчики можно приготовить из обычного тыквенного пюре смотрите они уже готов вот так вот я складываю и выкладываю на тарелочку и опять смотрите где-то пол а полонечка сейчас вам покажу как их делаем распределяем сковородочку даже на пол а полонечка даже можно меньше и жарим легко просто быстро и и вкусно и полезно так смотрим еще пусть вот здесь вот немножечко поджарится вот сейчас видно еще цвет не поменялся здесь вот уже прихватилась а здесь еще нет сейчас прихватиться и будем переворачивать все нет не все вот здесь вот еще здесь можно сейчас немножечко так вот раз ой ну что мои блинчики готовы а ваши я вам посоветую быстренько пойти в магазин купить тыкву а все остальные ингредиенты у вас есть в холодильнике я знаю точно самое главное это тыква и быстренько быстренько приготовить своим близким ну и даже можно и друзьям которые придут к вам гости быстренько приготовить и удивить их вот такими тыквенными блинчиками да еще смотрите хотела вам показать структуру смотрите они смотрите какие просто мягенькие нежные нежные видите развивается очень быстро это значит что без усилий это значит что что структура у них очень нежная и мягкая то есть нету жесткости хоть это и тыквенное пюре ну и ставьте лайки пишите комментарии обязательно подписывайтесь на мой канал включайте колокольчик чтобы вас уведомили о том что у меня вышло новое видео для просмотра ведь я же стараюсь для вас и делюсь с вами поэтому подписываемся ставим лайки пишем комментарии и всем будет счастье ну что я конечно же шучу ну а вам скажу готовьте вместе со мной готовьте вместе со мной готовьте готовьте вам очень понравится мне приятного аппетита а вам всего хорошего и всем пока пока до новых видео всех целую и обнимаю всем пока пока до новых встреч всего пока ap не я